Массовые протесты в Лондоне. Тысячи людей вышли на улицы британской столицы, выступив против планов властей по расширению ядерной системы страны. Правительство Дэвида Кэмерона собирается направить десятки миллиардов фунтов на строительство четырех новых атомных подлодок. На них будут установлены американские ракеты. Почему британцы считают это серьезной проблемой и что возмущает протестующих больше всего, узнал Андрей Михайлов. От одного вида макета ядерной баллистической ракеты Trident в центре Лондона становится не по себе. На это и рассчитывают участники многотысячного митинга в центре британской столицы. Уже не первый год они таким образом пытаются привлечь внимание властей к проблеме распространения этого смертоносного оружия и планам правительства по модернизации ядерного щита страны. На этот раз шествие стало самым масштабным за последние десятилетия. Trident морально устаревшая абсолютно непригодная система. Этот лозунг на корпусе ракеты иллюстрирует основные претензии демонстрантов к политике нынешнего Кабмина. Это очень серьезная проблема. Я никогда не поддерживал Trident. И все больше и больше людей понимают опасность этой системы. Мы не достигнем мира, планируя войну и разграбляя ресурсы друг друга. Десять лет в кабинетах Вестминстерского дворца обсуждалась возможность модернизации самой дорогой и мощной системы вооружения сил Британии. Системы ядерного сдерживания. О дополнительном финансировании говорили и Тони Блэр, и Гордон Браун, но реальные цифры назвал не так давно Дэвид Кэмерон. До 2020 года из бюджета будет выделено более 30 миллиардов фунтов на постройку новых субмарин, несущих ядерные ракеты. Весь ядерный потенциал Соединенного Королевства сейчас размещен на четырех морально устаревших подлодках. Они находятся на базе Fastlane в Шотландии и через 8 лет уже отслужат свой срок. По мнению противников, идея модернизации ядерное оружие не только не нужно обновлять, от него вообще нужно отказаться. Трайдент уже давно неэффективная система защиты. Нам необходимо показать всему миру, что мы можем обойтись и без ядерных ракет, чтобы защитить нашу страну. Уверена, что использовать Трайдент как последний аргумент малоэффективно. Кроме того, эксперты считают, что система безопасности на ядерных подлодках недостаточно надежна, и проникнуть туда без особого труда смогут в том числе и боевики, запрещенные во многих странах, в том числе и в России, группировки «Исламское государство». Об этом в интервью журналистам «Раши Тодей» накануне рассказал бывший высокопоставленный чиновник британских военно-морских сил. Чтобы проникнуть на борт субмарины, понадобится лишь пара фальшивых удостоверений. Мы знаем, что группировки вроде «Исламского государства» умеют хорошо подделывать документы. Ежегодно теряют тысячи удостоверений в МС Великобритании. Их вполне могут заполучить эти группировки. В аэропорту у вас проверяют сумки. Там же их никто не проверяет. Вы можете пронести на борт любые сумки, коробки. Их просто не проверяют. Кроме того, сама британская разведка заявляла о том, что с развитием беспилотных технологий отследить субмарину под водой или с воздуха не составит труда. Противники обновлений ядерной системы безопасности уверены – 30 миллиардов на модернизацию – это лишь верхушка айсберга. Новое оборудование, обучение моряков и обслуживание подлодок, по их мнению, опустошат бюджет на 150 миллиардов фунтов. Окончательное решение за парламентариями. Голосование будет проходить в конце года. Пока же тех, кто выступает против распространения ядерного оружия, становится все больше. И все больше людей хотят увидеть «Трайдент» лишь в качестве транспарата на демонстрации. Андрей Михайлов, Первый канал.